Подготовку к отопительному сезону в регионе обсуждали в режиме селектора с главами городов и районов. С 1 июля не только на Кубани, но и по всей стране выросли тарифы ЖКХ. Уже в этом месяце жители края получили квитанции с новыми цифрами. Это связано с инфляцией. Александр Ткачев подчеркнул, сегодня важно, чтобы все новые расчеты были понятными и прозрачными для каждого жителя края. Разъяснительную работу должны проводить управляющие компании, подчеркнул глава региона. К слову, их сегодня порядка 285, но качество работы большинства оставляет желать лучшего. Показатели эффективности управляющих компаний в крае ниже среднероссийских. Кубань занимает 44 место в рейтинге. Исправить ситуацию, по мнению губернатора, поможет новый федеральный закон о лицензировании работы управляющих компаний. Буквально на днях он вступил в силу. Нам, конечно, давно здесь пора навести порядок. Не дело, когда в середине плести списка. Это не просто цифры. За этим мы прекрасно понимаем и качество услуг, и ценообразование. И считаю, что если глава лично занимается этими процессами выбора компании, контроля и так далее, вместе с распространительными органами, вместе с общественностью, то, как правило, ситуация значительно лучше. И понятно, что наша политическая задача с вами оставить в сфере ЖКХ только те компании, которые готовы вести ответственный и добросовестный бизнес. И, конечно, быть открытыми, прозрачными, доступными. Граждане в праве знать, на что тратятся их деньги и как рассчитываются тарифы. Еще одна важная задача, которую сегодня необходимо решить, в том числе и вместе с управляющими компаниями, подготовить регион к зимним холодам. Губернатор Александр Ткачев напомнил, ответственность в этом вопросе несут лично главы муниципалитетов. В качестве примера привел уроки январского ледяного дождя. В каждом городе и районе должен быть запас техники и дизель генераторов. Не позднее 1 октября к пуску должны быть готовы все котельные. Пока на 100% к началу зимы готовы лишь 4 муниципалитета – Гулькевический, Кавказский, Тимошевский и Анапа. В числе отстающих – Красноармейский, Крыловской, Ленинградский и Староминской.